Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Арекпика и Александр Шунин в студии. К нам, как уже мы анонсировали, присоединяется венчурный инвестор Константин Синюшин. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Доброе утро, добрый день. Как раз таки Константин Синюшин привез в Латвию петербургский стартап и сейчас очень активно все это развивается. Но, как мы уже говорили о том, что в Латвии 207 стартап виз присуждено гражданам Российской Федерации, 54 гражданам Белоруссии. Однако, вот эти все проекты, все эти планы в настоящее время находятся под вопросом. Под угрозой, прямо скажем. Да. В чем действительно заключается выгода для Латвии в развитии стартапов с привлечением как раз таки из-за рубежа идей, мозгов, людей? И что может потерять Латвия, если откажется от этого? Смотрите, что такое, прежде всего, стартап? Это не просто какое-то молодое начинающее предприятие. Это молодое начинающее предприятие, которое производит инновации в одной из трех или, может быть, во всех трех сферах. Первая сфера – это какой-то совершенно принципиально новый продукт, порой основанный на новой наукоемкой технологии. Второе – это совершенно новая бизнес-модель, которой раньше никогда не было. И третье – это совершенно новая, может быть, какая-то очень масштабируемая на весь мир целевая аудитория. При этом это предприятие стартапом, так сказать, может являться, опять же, только при том, что оно демонстрирует очень высокие темпы роста. Какие отсюда следуют выводы для влияния на экономику страны? Во-первых, такие проекты очень легко привести, потому что они на начальном этапе, они очень небольшие. То есть это не тысячи человек, это, ну, как правило, на начальном этапе команда 5 человек, ну, максимум 10 человек бывает. Значит, соответственно, во-вторых, они, как правило, являются хорошо проинвестированными со стороны внешнего инвестора. То есть они в течение нескольких лет могут тратить деньги, выплачивая более чем конкурентные зарплаты для местного рынка и не думать о сегодняшней выручке. То есть они работают на выручку в будущее. Третье, если вдруг у них удалось, это очень важный оговорок, к которой мы вернемся, но если вдруг у них удалось, их выручка начинает расти буквально в геометрической прогрессии, оставаясь, соответственно, так сказать, в национальной экономике. Казалось бы, все хорошо, но здесь есть, несомненно, и один негативный момент. Негативный момент заключается в том, что, конечно, получается не у всех. Ну вот, будем считать, что получается там у 10 процентов. Но на самом деле это совершенно тоже прекрасно, потому что из, предположим, 200 стартапов или, если считать с учетом белорусских, 250 стартапов получится у 25, то это будет колоссальный приток на будущее, колоссальный приток в экспортной выручке в страну. Потому что все эти проекты, как правило, ориентированы на довольно широкие иностранные рынки, не на рынок внутренний. Это не там, не 101 парикмахерская, не ресторан и так далее. Вот, они приводят в страну как бы новую выручку. Значит, терять в любом случае страна ничего не теряет, потому что то время, за которое стартап выясняет, получится у него или не получится, люди выплачивают здесь, поскольку они проинвестированы, они выплачивают здесь налоги. И это совершенно прекрасно. Насколько я понимаю, сегодня чуть больше 1000 евро средняя зарплата в Латвии. Ну вот, условно говоря, зарплаты в стартапах начинаются там как минимум от 2000 евро, а там средняя может составлять там 3-4 тысячи. Это совершенно тоже прекрасно, потому что фактически один сотрудник вот такого стартапа, даже если через 3 года выяснится, что у него ничего не получилось, вот эти 3 года будет давать усиленные вложения в местный социальный бюджет. Скажите, чем Латвия в принципе привлекательна для стартапов? О, Латвия совершенно прекрасная страна. Мы очень благодарны, что она в свое время нас всех сюда пригласила. Смотрите, здесь есть очень редкое сочетание качеств. Значит, во-первых, здесь очень разумная налоговая система, ну если сравнивать с какой-то старой Европой. И во-вторых, здесь существенно ниже стоимость жизни. То есть мы с вами должны понимать, что несмотря на то, что, как мы сказали, стартап инвестором финансируется, там несколько первых лет до того, как у него начнет поступать какая-то выручка, но надо иметь в виду, что там 2000 где-нибудь, предположим, в Голландии, это уровень бедности, вот, а на 2000 в Латвии можно, в общем, вполне достойную жизнь вести. Ну а помимо уровня жизни и уровня цен? Налоговая система. Здесь очень разумная налоговая система. Ну то есть я не знаю, насколько радиослушатели в это погружены, соответственно, в Латвии нет налога на прибыль, которая не распределяется. А поскольку стартап, в принципе, никакой прибыли не распределяет, соответственно, это означает, что вот эта вся выручка, которая к нему начинает поступать, она вся остается в его распоряжении, и он может в гораздо большем объеме пускать ее на следующее развитие, чем, предположим, если бы этот проект работал в какой-нибудь там условной Португалии, или я уж не говорю про какую-нибудь Францию. Но если мы говорим о стартапах в 21 веке, есть же такое понятие, как цифровые кочевники, и участникам любого стартапа вовсе не обязательно физически находиться в Латвии и получать визы для того, чтобы запускать проект и его развивать. Не обязательно, но им нужно находиться тогда в любой другой европейской стране, потому что иначе им никто не откроет расчетные счета. Ну, то есть надо иметь в виду, что мы живем в мире европейского комплайнса, который очень жесткий. Соответственно, здесь нельзя просто так вот приехать и открыть компанию, приехать из другой страны, открыть компанию и, так сказать, разъехаться. Это сейчас уже давно не работает. То есть для того, чтобы компания была открыта расчетный счет, она должна показать физическое присутствие в этой стране. Несомненно, всех сотрудников здесь иметь не обязательно. Но у компании должен здесь находиться офис, и должны находиться здесь хотя бы какие-то ключевые сотрудники, потому что все это комплайнс проверяет очень тщательно. Это не латвийская фишка, это в любой европейской стране так устроено. Мне даже кажется, что в Латвии, может быть, с российскими и белорусскими паспортами сейчас даже попроще, чем в других странах. То есть, в принципе, проблема получения виз, она не только касается Латвии, но всего Европейского Союза? Да, конечно. Но просто смотрите, стартап визы много где есть в Европейском Союзе. Это не изобретение Латвии, соответственно. Но вот это сочетание с достаточно небольшой стоимостью жизни и хорошей налоговой системы, оно, конечно, Латвию делает очень притягательным. Но, может быть, здесь не такой прекрасный климат, как в той же Португалии, но тоже мы с вами должны понимать, что когда люди начинают погружаться на уровень налогов, то иногда как бы налоги климат могут перевешивать. А, соответственно, Португалия сейчас очень активно всасывает иностранные стартапы. И, конечно, у Латвии есть чем с ней посоревноваться, это совершенно точно. А не происходит ли так, что когда стартап становится на ноги и начинает приносить прибыль, он может уйти из страны? И таким образом получается, что мы как бы вырастили, выкормили, а затем потеряли эту идею, бизнес-идею? Ну, смотрите, в том числе это как бы управляется через налоговую систему. Ну, то есть если, условно говоря, стартапу нужно содержать довольно большой бэк-офис, и, соответственно, у него здесь нет налога на прибыль, то нет никаких совершенно оснований, чтобы он отсюда уходил. Даже если у него будут появляться какие-то другие юридические лица, значит, совершенно разумно иметь основной бэк-офис здесь, в Латвии. То есть фронт-офисы объективно будут следовать за клиентами. Если стартап будет активно работать на американском рынке, у него обязательно появится какой-то американский фронт-офис, если в Азии, то азиатский фронт-офис. Но что касается бэк-офиса, вот как раз существующая налоговая система, в чем вот, еще раз говорю, главная фишка Латвии, в сочетании с невысокой стоимостью жизни, очень хорошо укореняют здесь бэк-офисы. Поэтому, ну, в целом, если обеспечить стабильность вот этих вот законодательных инициатив, ну, не знаю, знаете, вообще как бы мечта, конечно, любого инвестора, это так называемая дедушкина оговорка, когда принимается какое-то послабление, значит, там же, в этом же законе о послаблении принято оговаривать, что столько-то лет оно точно не изменится. Вот. А если спрашивать меня, чего, например, я бы предложил Латвии для того, чтобы здесь еще лучше можно было бы развивать иностранные стартапы, то, несомненно, конечно, очень важный фактор вот этой дедушкиной оговорки. Ну, то есть теряется вот такое вот правовое доверие, да, если можно так выразиться. И, в принципе, сколько мы оценили, около, там, 450 стартапов, и все изменения, касаемые закона об иммиграции, они коснутся примерно четверти, что стартаперы, что организации их объединяющие в этой ситуации могут сделать, какие шаги предпринимаются, может быть, переубедить политиков, потому что решение это, разумеется, исключительно политическое, к экономике имеющее опосредованное отношение. Ну, отчасти да, отчасти я даже, на самом деле, понимаю обоснованность политическую, вот, но это просто та самая история, когда, так сказать, самую безобидную категорию, самую безобидную категорию хотят лишить, потому что, ну, на самом деле, если люди едут в Европу, как бы, делать бизнес, они едут туда совершенно осознанно, несмотря на все, как бы, ужасы, которые они про Европу наслушались, там, на путинском и лукашенковском телевидении, они делают какой-то все-таки осознанный выбор. Вот, с одной стороны, с другой стороны, да, что можно сделать? Ну, смотрите, в Латвии есть, на самом деле, одна государственная структура, которая очень серьезно озаботилась этой проблемой, это Академия наук. Вот, на прошлой неделе Институт экономики проводил такую экспертную дискуссионную панель на тему, как не выплеснуть с водой ребенка, значит, посвященной именно, вот, как бы, с одной стороны, преимуществам, раскрытию всех преимуществ для латвийской экономики иностранных стартапов, а с другой стороны, посвященной выработке рекомендаций, как можно было бы, там, ну, сократить политические риски, которыми озабочено правительство, и, там, наверное, обоснованно озабочено, и при этом сохранить все-таки вот этот инновационный потенциал. Значит, во-вторых, есть две организации, которые, там, постепенно здесь набирают силу, это Латвийская ассоциация бизнес-ангелов и Латбан, она называется, и Латвийская ассоциация стартапов, она называется Startin. Они очень четко обозначили свою позицию и подготовили открытые письма и в правительство, и в САИМ, значит, где доказывают на цифрах, что, в общем, разумно, конечно, было бы сохранить виды нажительства для вот этих иностранных инноваторов, которые, ну, доверили фактически свое будущее Латвии. — Скажите, насколько действительно стартап не может быть замкнут в рамках одного государства? То, что для того, чтобы стал он выгодным, ему нужно выходить за границы национального государства? — Ну, ему совершенно точно нужно выходить, даже если это достаточно большая страна. Ну, в Латвии, как бы, страна небольшая, поэтому здесь, в целом, так сказать, ну, пределы роста достигаются очень быстро, поэтому особого смысла, еще раз говорю, делать какой-то стартап, ориентированный именно на местный рынок, не существует. Вот. А из Латвии, как бы, в первую очередь, очень удобно работать на всю Европу, потому что есть вот это единое экономическое пространство, но мы знаем, что есть проекты, которые, так сказать, довольно активно продают, там, отсюда, в Африку, в Азию, в Америку. Ну, то есть, это, как бы, важный момент. Я еще что хотел добавить. Еще в Латвии, на самом деле, вот, меня тоже часто спрашивают коллеги, вот, чем мне кажется, что Латвия лучше, чем Литва или Эстония. А здесь немножко другая структура рынка труда местного, потому что мы должны с вами понимать, что если переезжает какой-то стартап, он не может всех сотрудников привезти, он может привезти, ну, какую-то основную команду, а дальше он должен здесь развиваться на месте. Ну, вот, например, вот, то есть, тот проект, который вы упомянули, что конкретно я перевозил, у него треть сотрудников перевезенная, две трети местные. И я должен отметить, что здесь, если мы говорим о каких-то технологических вещах, о каких-то наукоемких вещах, здесь кадровая ситуация, конечно, в Латвии, в Риге, кадровая ситуация гораздо лучше, чем в Литве и Эстонии. А Эстония, так сказать, там более как бы выбрала путь развития, собственно, чистого программирования, значит, соответственно, в Литве там в основном какая-то такая лагуна, связанная там с играми и финансами, вот. А, ну, какая-то инженерка, какая-то наука, какие-то приложения для решения каких-то реальных задач, ну, для задач реальной экономики, это, несомненно, как бы Латвия, потому что здесь сохранились осколки очень серьезных достижений, которые здесь существовали, там, сто лет назад, пятьдесят лет назад. Вот, это очень хорошо, потому что можно людям, так сказать, дать, там, ну, второй шанс вернуться в профессию, так скажем. Это очень интересное разделение, конечно, между странами. Напомню, мы беседуем с венчурным инвестором Константином Синюшиным, и речь идет о стартап-визах, инвесторах и поправках к закону об иммиграции. Есть одна идея среди рекомендаций для Кабинета министров – это разработать, ввести такой некий патриотический акт, ну, примерно, как в США, документ, в котором каждый инвестор гарантирует свою лояльность Латвийской Республике. В чем может выражаться это вот клятвенное заверение в лояльности? Ну, знаете, все-таки я не гуманитарий, мне тяжело здесь давать какие-то рекомендации, но в целом я вот исхожу из своего собственного понимания, что если я приехал, так сказать, ну, жить в какую-то страну, то я должен ее уважать, я должен понимать, соответственно, ее интересы, особенно в условиях конфликтной ситуации, там, условно говоря, с моей бывшей родиной, я должен, по крайней мере, гарантировать, что я для этой страны не собираюсь причинить никакого вреда. Вот, ну, более сложно, мне, наверное, так сказать, тяжело сформулировать. Здесь нужны гуманитарные мозги, которые все это разложат по полочкам. Но в целом каждый человек, который сюда приезжает, он, несомненно, в голове это уже имеет. Здесь это большая иллюзия представлять, что сюда, как бы, так сказать, под, ну, под этой маской проберутся какие-то тайные путинисты. Но это совершенно не то, что мы наблюдаем здесь, вот, общаясь в своей среде. Скажите, вот, ваш фонд посевных инвестиций United Ventures, вот, как вообще находят стартапы? И находят ли их, вот, по всему миру, конкретно, или только ориентированно на Россию и Беларусь, или, может быть, у нас какие-то латвийские стартапы тоже можно поддержать? Ну, смотрите, мы успели, мы начали работать с, по-моему, октября прошлого года. К сожалению, там с марта по август мы вообще ничего не делали, мы выжидали и не понимали, что вообще происходит. Вот, но в целом, соответственно, мы проинвестировали, вот, с октября по, с октября по март мы проинвестировали пять стартапов. Из них два в Латвии. То есть, ну, это, в общем, довольно хороший процент. И в целом у нас там на латвийские местные стартапы есть хороший прогноз. Именно по той причине, что я сказал, что здесь, как бы, сохранились, они, может быть, пусть не на виду сегодня, но сохранились очень хорошие, как бы, такие боковые отростки от старых научных школ. Вот, в частности, второй проект, который мы здесь проинвестировали, значит, это уникальная, совершенно запатентованная технология, технология, новая совершенно технология плазменного напыления, которая позволяет до десяти раз сокращать расход платины, который используется как катализатор в водородной энергетике. Вот, я считаю, что это уникальный просто, ну, в мировом масштабе уникальный проект. У него очень большое будущее и, так сказать, с огромным экспортным потенциалом. И таких здесь еще есть достаточно большое количество. Мы сейчас немножко уже, что называется, пришли в себя от первого шока, снова продолжаем вкладывать. И в основном теперь мы продолжаем вкладывать уже в местные, восточноевропейские стартапы, да, неперевезенные. Это приятно, что у наших ребят есть масса таких высоконаучных, высокотехнологических идей. С нами был венчурный инвестор Константин Синюшин. Мы обсуждали настоящее и будущее стартапов и стартап-виз. Константин, огромное спасибо за уделенное время. Конечно же, желаем удачи и укорениться здесь, и решить вот эти вот все бюрократические препоны и нюансы. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok